Привет! Сейчас вкратце расскажу как начать играть в Террарию, разберу быстро меню. Один игрок это одиночная игра, многопользовательская игра это игра с друзьями, здесь ты можешь присоединиться по определенному адресу к серверу, через Steam, или создать сервер в клиенте игры и твои друзья подключатся к тебе без проблем. Также ты можешь запустить сервер не открывая игры, файлы сервера лежат в папке с игрой. Достижения, тут отображаются твои ачивки, ну и кнопки настройки и выход. Так как ты только ознакомливаешься с игрой, тыкаем кнопку «Один игрок». Это окно выбора персонажей, у тебя их здесь возможно не будет, не беда, создадим. Нажимай на кнопку «Новое», открывается настройка внешнего вида персонажа, тут ты разберешься сам, ничего сложного. Когда закончишь нажми на кнопку «Создать», здесь нужно написать имя. Я для примера напишу «ZZZ», это имя также будет отображаться в онлайне. Потом на кнопку «Подтвердить» и вуаля, теперь он в списке персонажей с краткой информацией о себе. Нажимаем на маленькую кнопку «Играть». Теперь мы выбираем созданный игровой мир, но тут скорее всего у тебя тоже будет пусто, ничего не сын. Нажимаем на кнопку «Новое». Выбираем размер мира, я рекомендую средний. Далее тебя встретит выбор сложности, но если ты это смотришь, то выбор очевиден, конечно, обычная. В игре присутствует такая механика, как порча, она расположена на карте и заражает землю. Здесь на вкус и цвет товарищей нет, поэтому я тыкну «Случайно». Также вписывай название мира, я напишу опять же «ZZZ» для примера, потом на кнопку «Подтвердить» и пошел процесс создания мира. Он длительный, я этот момент обрежу на видео. После создания мира он появится у тебя в списке. Тыкаем кнопку «Играть» и пошла загрузка игрового мира. Ну че, добро пожаловать в игровой мир Террарии. Че тут по интерфейсу? В игре свободный курсор, сейчас на стоп-кадре я тебе расскажу про интерфейс Террарии. В левом верхнем углу панель быстрого доступа с базовыми инструментами. Прочности у этих инструментов Террарии нет, они бесконечные, ты разве что будешь их обновлять на более эффективные. Выбор любого предмета или инструмента в этой панели осуществляется колесиком мыши или клацанием левой кнопки мыши по нужным ячейкам. Под этой панелью отображаются наложенные эффекты на персонажа. В правом верхнем углу у нас количество жизней, мана и карта. Чтобы открыть интерфейс, это кнопка SK. Здесь мы видим наш инвентарь, дополнительные кнопки отображения карты и панель того, что она на нас надета. В начале игры у тебя не будет никакой брони, вообще ничего. Давай я разберу ее поподробнее. Начнем с третьего столбца, потому что он основной. Сюда одевается броня, шлем, рубашка, брюки и ниже пять ячейк аксессуары. Они дают нашему персонажу дополнительные возможности. Например, как двойной прыжок, быстрый бег и так далее, в принципе. Все очки защиты суммируются здесь, в этом щите. Во втором столбце надеваются украшения. Они будут на персонажа поверх брони, при этом не добавляя уровень защиты. Ты можешь найти красивую шляпу, костюм, сапоги или побрякушки, которые будут только для красоты. Вот и место как раз здесь. Ну и первый столбец для красителей, чтобы красить в любой цвет украшения или броню. Чуть выше, режим камеры. Дом. Тут отображаются все дружественные торговые NPC и кнопка экипировка. Нажав на нее, ты поймешь, что она для дополнительных ништяков. Такие как питомец, светящийся питомец, вагонетка, транспорт, крюк кошка. Ну и на этом вроде все. Так же как броню, их можно красить. Левее от инвентаря накопленные деньги с мобов и амуниция. Сюда ложится боевой запас типа стрелы или патроны. Приступим к самой игре. Управление обычное, на ВСД, для прыжка пробел. В начале игры ты появляешься четко по центру игрового мира. Но мир не бесконечен. Этого пространства тебе в принципе должно хватить. Срубим наше первое дерево. Выбрав топор и наведя курсор на центр ствола дерева. Все супер, первое дерево есть. Если не хочешь оставлять пустырь на месте срубленного дерева, можешь посадить желудь и со временем вырастет новое. Чтобы это сделать, выбирай нужный предмет. Ну, в нашем случае это желудь. Наведи курсор на место посадки и тыкай левую кнопку мыши. Готово. В начале игры самые первые твои противники это будут слизни. Они особой угрозы не представляют, но зато кусаться умеют. Погуляй по миру, осмотрись и найди место для своего дома. У меня оно будет примерно здесь, поэтому магии монтажа мы сейчас быстро расчистим себе место. Теперь, когда все устраивает, научимся строительству. Первый дом пусть будет деревянный. Выбираем дерево, наводим курсор на то место, куда мы хотим его разместить и ставим. Таким образом создаем себе комнату. Готово. Все вроде хорошо, но вот только дом у нас какой-то прозрачный. Настало время крафта. Когда у тебя появляются некоторые предметы, персонаж может делать из них что-то новое или комбинировать между собой. Окно крафта находится под инвентарем или ставится колесиком мыши. Нам нужен верстак. Требуется 10 древесины. Крафтим и ставим. Теперь, подходя к верстаку с открытым инвентарем, ты можешь крафтить куда больше полезных вещей. К примеру, дверь. Скрафтим ее две и поставим дома. Открывается она правой кнопкой мыши. Настало время стены. Крафтим немного деревянных стен. Если тебе нужно большое количество предметов, зажимай правую кнопку мыши и останавливайся тогда, когда тебе будет достаточно. Готово. Ставим. Чтобы не было темно, сделай и поставь покела. Они делаются и слизи со слизней, и дерево. Можно еще броню деревянную сделать, плюс три к защите, уже что-то на старте игры. Главное не забыть ее поставить в нужный слот для нее. В игре день сменяется ночью. Поначалу игры старайся быть аккуратным в темное время суток, иначе если твой персонаж погибнет, то ты потеряешь часть добытых монет и окажешься на спавне, поэтому старайся не умирать. Пережив ночь, теперь расскажу про таинственного мужика, который уходит рядом с нами. Это твой гид. Он много знает и может подсказать тебе все крафты любого предмета, который ты дашь ему посмотреть, или просто поможет советам. Наведи курсор на гида и нажми правую кнопку мыши. Нажимай изготовление, помести любой материал, например я дам ему гриб, и вуаля, мы уже понимаем, что гриб нужен для крафта супа, не возле верстака, а у котелка. И если присмотреться, то в крафте еще участвуют миска и золотая рыбка. Прокручивая колесик, мы можем ознакомиться с остальными крафтами, где участвует гриб. Кажется, настало время изучать подземный мир. В игре полностью разрушаемый мир, ты можешь изучать пещеры или копать свои проходы. Под землей находятся полезные руды, которые в дальнейшем можешь использовать в любых целях. Также можно найти сундуки с сокровищами и разные данжи, а это плюс новые аксессуары. В самом низу карты своего рода новое измерение это ад. После хорошей вылазки, придя домой, ты уже можешь скрафтить печь, если набрал 20 камней, 4 дерева и 3 факела. Размести ее и переплавь собранные руды в слитки. Тебе понадобится наковальня для крафта брони. Не ходить же во всем деревянном. На нее нужно 5 железных слитков, делай и ставь. Теперь у тебя появилось обилие крафтов. Прокручивай и ищи то, что можно сделать получше. Ну вот, обновили инструменты. Чтобы кататься по железной дороге в пещере быстрее, можно сделать себе вагонетку и поставить ее в слот для вагонетки в разделе экипировка. В игре есть разные боссы, рыбалка, питомцы, железные дороги и много-много-много всего интересного. Ну что, дальше играй сам. Если хочешь поиграть с другом, тут тебе лень объяснять ему все. Скинь ему этот ролик, я все сделаю за тебя. Помощь пусть будет тебе в Википедии. Прогугли торговцев, кто такие торговцы в игре. Загугли за рыбалку. Загугли... Да, много что еще можно погуглить. Я объясню, в принципе, очень-очень-очень маленькую часть. Но это вступительная часть. Тебе этого должно, в принципе, хватить, чтобы просто... Просто тупо начать играть без каких-либо проблем. Этот ролик я перезаписываю в связи с тем, что старый стал технически неактуален. Как-никак, старой обучалке 7 лет, а ее до сих пор смотрят. В скором будущем я ее скрою, оставив доступ по ссылке, потому что есть эта обучалка более современная. Ну и на этой ноте я, пожалуй, закончу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...